ПОМИДОРЧИКИ МАРИНОВАННЫЕ ПОМИДОРЧИКИ МАРИНОВАННЫЙ НА ЗИМУ. Вам всем понравится без исключения этот рецепт. Сначала мы возьмем баночку. Я ее простерилизовала, вымыла хорошенечко содой, хорошенечко прополоскала и на пару баночку простерилизовала. Высушивать баночку не надо. Сразу ставим в тарелочку и будем сейчас помещать туда наши ингредиенты. Помидорчики и ингредиенты. Что же нам нужно сюда? Нам сюда нужен болгарский перчик, горький перчик, душистый перчик, лавровый листик, чесночок, ну и конечно же соцветие укропа. Соль, сахар и уксус. Итак, начнем. Я делаю, ну и конечно же многие люди, у которых большая семья, делают в трехлитровую банку. У меня здесь полтора литровая баночка, поэтому я буду норма, которая идет на трехлитровую банку, уменьшать в два раза. Сначала я на дно выложила соцветие укропчика. Перчик я порезала вот такими длинненькими полосочками. Отрезала кусочек горького перца. Много не надо, если кто-то любит, ваш папа любит очень острые помидорчики, значит парочку таких кусочков. А если не очень, то вот такой маленький кусочек. Дальше мы берем чесночок. Тут у меня на полтора литра один зубчик чесночка. Мы его тоже нарезали кусочками. И вот у нас я на полтора литра, на полтора литра литровую баночку ложу лавровый листик, три штучки. И еще мы положим сюда. Как вы думаете, что это такое? Правильно, это перчик душистый. Горький перчик не нужен. Итак, мы все укладываем и перемешиваем все с помидорчиками. Вот наши помидорчики. Мы сейчас все будем укладывать. А пока мы будем укладывать наши помидорки и все, что полагается в баночку. Мы поставили кастрюльку с водичкой. И будем ее кипятить. Когда водичка закипит, мы крутой кипяток вольем в баночку. Ну вот, мы все уложили в полтора литровую баночку. Помидорки, перчик болгарский, перчик горький, чесночок, лавровый листик, а также соцветие укропа. И теперь мы ждем, пока закипит наша водичка, чтобы был крутой кипяток. Вы меня поняли, маленькие хозяюшки? А еще я хочу вам дать такой совет. В баночку, когда будете все укладывать, ни в коем случае не утрамбовывайте. А так спокойненько, легонечко, чтобы не придавливать помидорки, вы их легонечко кладете сюда в баночку. Потому что мы будем заливать эту баночку два раза кипяточком. А на третий раз мы зальем ее, эти помидорчики зальем рассолом. Теперь я еще один совет дам. Когда мы будем заливать кипяточком, у нас помидорки будут опускаться вниз. Поэтому можно взять маленькую какую-нибудь посуду, какую-нибудь тарелочку, или же какую-нибудь мисочку, и туда пару помидорчиков положить. И также крутым кипяточком их поливать, заливать один и второй раз. Когда наши помидорчики улягутся в баночку, мы эти помидорчики добавим, чтобы баночка не была пустой. Ну вот, наша водичка закипела. Теперь мы берем ложечку и снимаем пенку. И потом берем кастрюльку и заливаем наши помидорчики. Поскольку у меня маленькая баночка, полтора литровая баночка, я могу сразу взять кастрюльку в ручки и залить. А если будет у вас трехлитровая банка, тогда вы берете чашечку и чашечкой налили, закрыли крышечку, налили, закрыли крышечку. Смотрите, чтобы баночка не лопнула. Итак, будем выливать нашу водичку. Вот, мои маленькие хозяюшки, мы залили в банку крутой кипяток и накрыли крышечкой. Пусть остывает водичка. А в маленькую мисочку я положила еще три помидорчика. Когда опустятся наши помидорчики в банке, возможно, мы будем добавлять помидорчики, чтобы банка не была пустой. Пусть остывает. Ну вот, наши помидорчики остыли. Водичка в помидорчиках остыла. Не надо доводить, чтобы она была холодная. А когда можно только ручки держать на банке, и чувствуешь, что водичка тепленькая. Берем, сливаем водичку, снова в нашу костюню. Мы слили водичку из баночки, а также слили водичку из нашей емкости, из нашей мисочки маленькой. Сюда и будем кипятить второй раз. Как только водичка закипит, будет крутой кипяток, сразу же вливаем второй раз. Наши баночки заливаем кипяточком второй раз. И ждем, пока в баночке водичка остынет. Ну вот, начинает булькать. Начинаются пики. Видите, как начинает кипеть наша водичка? Все, вот она закипает. Крутой кипяточек. Берем и заливаем нашу баночку с помидорчиками. И также помидорчики, которые у нас лежат в нашей маленькой мисочке. Вот мы залили наши помидорчики второй раз. Видите, до самых-самых плечиков нашей баночки. Накрываем крышечкой и ждем, пока водичка в баночке остынет. Пока водичка в баночке остывает, мы будем готовить рассол, чтобы залить наши помидорки. Мы берем соль. Для трехлитровой банки нам нужно 60 граммов крупной соли. Запомните, маленькие хозяюшки, соль должна быть крупная, не мелкая, не экстра. Экстра очень соленая. Крупная соль. Вот. А на полторалитровую баночку у меня тогда пошла половинка, 30 граммов соли. Берем эту соль и высыпаем в нашу кастрюльку. Итак, соль мы взвесили. А теперь мы берем сахар. На трехлитровую банку нам нужно 80 граммов сахара. А на полторалитровую баночку нам нужно 40 граммов. Вот я взвесила 40 граммов сахара. И этот сахар я помещаю вместе с солью в нашу кастрюльку. Мы слили нашу водичку второй раз. И теперь мы готовим рассол. В кастрюльке у нас сахар, соль и надо туда еще поместить вот наш уксус. Посмотрите, на трехлитровый бутылек банку трехлитровую нам надо 100 грамм уксуса, а на полторалитровую банку 50 грамм уксуса. Итак, пока у нас начинает тут кипеть и растворяться сахар, соль, мы сейчас, когда начнет кипеть, мы добавим туда уксус для нашей баночки. Когда закипит, мы сразу же зальем баночку и закроем крышечкой. И все. Ну вот, мои маленькие хозяюшки, наш рассол закипел. И теперь здесь у нас крутой кипяток. Теперь сюда мы вливаем 50 грамм уксуса. Или же можно влить уксус прямо в баночку и залить нашим рассолом, где сахар и соль. Ну вот, мои маленькие хозяюшки, мы с вами научились делать очень-очень вкусненькие помидорки на зиму. И сделаем сюрприз нашему папе, дедушке, бабушке. А теперь мы возьмем наши баночки, перевернем их и накроем тепленьким одеялом или махромым полотенечком. И пусть баночки так остынут. А зимой будем ням-ням-ням-ням кушать очень вкусненькие помидорчики. Приятного аппетита! Продолжение следует...